Привет, Вожж! Как насчет того, чтобы поучаствовать в событии, полном захватывающих матчей? Нападайте на деревню других игроков, чтобы заработать футбольные мячи. По мере продвижения ты будешь получать золотые бутсы в качестве медали, события и другие награды. Чем больше футбольных мячей вы заработаете, тем больше золотых бутс получите. Тебе охотно поможет мой друг Гигант с мячом. Возможно, тебе также пригодится заклинание «желтая карточка». Обменивай золотые бутсы на эксклюзивные награды в магазине торговца. Вот и все. Отправляйся атаковать других игроков и собирать футбольные мячи. Удачи! Всем здарова, друзья! С вами Тим, и это новое видео по игрушечке Clash of Clans. Сегодня, 7 мая, разработчики добавили новый ивент, где мы сможем получить с вами целую кучу наград. Но в целом вы уже с этим ознакомились. Получайте награды, включая воинов, медали, руду. Короче говоря, самое главное тут Гигант с мячом и заклинание «желтая карточка». Хотя я все это уже видел и свой телеграм-канал скидывал, как это все работает. И, кстати говоря, еще месяц назад. Поэтому подписывайтесь, вы будете узнавать о новостях первыми. Это очень круто. Короче говоря, давайте быстренько посмотрим вообще, сколько всего нам нужно фармить. Информация подтверждается или же нет. Все. Информация подтвердилась. Ровно такое же количество. 3100 нам нужно будет заработать. Плюс доп бонусный трек. И, короче говоря, нам хватит либо на скин, либо на мяч с шипами. Ну и плюс еще что-то докупить. Скорее всего, я буду покупать... Хотя, ладно, не буду говорить, что я буду покупать. Я сделаю это в отдельном видео, так как я буду покупать на 3 аккаунта сразу же. Но награды у нас вот такие. Кстати, на выбор есть опять декорации. Ну, для донатеров, конечно, можно купить абсолютно все. Хотя, кстати говоря, за платный пас сколько там? 5100 было или 5400? Сколько? Ну-ка. 5000 плюс 300. Ну, слушайте, даже если вы донатер, вам все равно придется донатить еще и в магазине покупать. Да, потому что вам просто-напросто не хватит, чтобы купить и скин, и снаряжение, и декорации. Ну, разработчики, конечно, об этом позаботились. Если вы прям захотите все купить. Но, знаете, самое крутое, что сегодня магазин обновился. И, наконец-то, я смогу купить руду. Это самое такое, наверное, важное. Знаете, о, еще десяточка моя любимая залетела. Вообще. Каждую неделю жду именно эту десяточку руды. Не, на самом деле, на этом аккаунте просто реально уже скоро будет блестящая фул. Ее некуда тратить. А вот сияющий как не было, так и нет. Но так как у нас появилось новое снаряжение, абсолютно все потрачу в него. Не знаю, зря не зря. Ну, заодно вы посмотрите. Может быть, оно реально имбовое будет. И, если что, вы его прикупите. А также у нас появилось испытание Мичеллом. Кстати говоря, в этом испытании тоже можно соревноваться на время и получать за первое, второе, третье место гемчики. Кстати говоря, я в шоке, как они тут сносят. Просто за сколько? За 20... Ну, короче, за 24 секунды получается. Я не видел этого повтора, но я видел, как второй номер сносил. Там, знаете, такое ощущение, как будто кликером. Они вот уже места высадки драконов, места высадки героев. Просто кнопочкой бамс и все. То есть, в одну секунду они высаживают абсолютно всех. То есть, 10 кнопок, сколько там доступно. Они высаживают все за раз. И в итоге получается... Ну, получается то, что все делается это читерством таким. Плюс еще и продумывание. Короче говоря, все это делается, знаю. Как, ну, я честно удивлюсь, если здесь время будет 2.40. Например, прикиньте, к концу сезона этого 2.40. За 20 секунд снести базу ТХ-12, это же люто. А вот что тут будет, неизвестно. Кстати говоря, какие будут следующие испытания, я уже тоже знаю. Тоже скинул в Телеграм. Там уже все карты слиты, показаны. В общем, кто подписан, тот знает абсолютно все. Я еще не проходил ни с одного аккаунта, как вы понимаете. Кстати, бомберов тут так приличненько у нас. Давайте сюда немножко валик, сюда. Кинга закинем также. Пека сюда. Пека, кстати, это мой любимый микс, которым я играл на ТХ-8. Этот микс я назвал Го Пива Хопом назывался. А, Го Пива, ёпта. Точно. Так, ладно, закидываем вот так вот бомбаков. Закидываем рейдж. Сейчас бомберы добегут. Бам-бам, бом-бом. Все шикарно. По этой стороне закидываем хогов немножечко. По центру тоже подкинем. Сейчас бы нам дракончика забрать, господа. Да, кстати, не знаю, зачем нам тут заклинание невидимости на этой карте. Мне кажется, это так. Чисто, знаете, чтобы тактика была разнообразнее, что ли. А так, по факту, ну незачем тут просто-напросто. Естественно, будут люди вот так вот по краям как-то луков разбрасывать в первую очередь, чтобы быстрее карту снести. У меня таковой задачи сегодня нет, как вы понимаете. Спешить. Я просто не про игрок и не читер, короче говоря. Поэтому даже не буду пытаться состязаться за эти гемчики. Все равно читеры превзойдут всех и пройдут этот челлендж намного быстрее. Так что самое главное пройти. Ну вообще прошел как бы, ну вы понимаете. Тут как бы, не знаю, надо быть с диагнозом, мне кажется, каким-нибудь, чтобы не пройти это событие. События, кстати, тут кингов столько было. Что-то я как-то даже, знаете, не посмотрел. Мы действительно вражеского кинга сносили, получается. Пф, лол. Тогда вообще легчайше. Бам, 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 бам. Офигеть. Офигеть. А, кстати, кинг 30. А какого фига? Мы бьем вообще с ТХ-9? Или это ТХ-8 прокачка? Не, это ТХ... Да, это ТХ-9 прокачка. Я что, думаю, банк откуда-то... Мы с ТХ-9 бьем ТХ-8. Не, ну разработчики вообще. Я говорю, надо быть с диагнозом, чтобы не пройти это испытание. Конечно, с временем состязаться... Это явно не для меня. Там надо на каждое строение по 2-3 хога, наверное, накидывать. Ну, чтобы быстрее снести. У меня же, конечно, время, да. Но не важно. Самое главное это 50 руды. Офигенно. Потом еще соточка. Еще соточка. Плюс в ивенте будет. Скорее всего, на этом аккаунте я буду покупать снаряжение. Но это очевидно. Так как я тут покупаю все снаряжения. А скины я закидываю уже на бездонатный аккаунт. Хотя я говорил, что не буду говорить, что я куплю. Но все-таки покупаю я тут снаряжение. Потом до пруду. И дальше прокачиваем мячик. Короче говоря, я вкачаю мячик на этом аккаунте. Такс, господа. Нам, получается, нужно фармить мячики. И получаем за каждую постройку 75. Как я понимаю, это 4 постройки. Ну и мы получим 3 соточки. Ну, насколько я вижу. Я, возможно, слепой, конечно. Но все-таки. Так, давайте проаттачим сейчас быстренько. Сейчас, скорее всего, надо под бустами проходить все это дело. Потому что без бустов я буду зарабатывать юнита нового и заклинания, ну, очень долго. Так что сейчас, скорее всего, под бустами все это дело начнем проходить. Ну, а пока я сейчас быстренько зафармлю этой атакой. Блин, прям хогов высадил под бомбежку. Вот я не знаю. Я как только вкачал это снаряжение с хогами, Так всегда, просто вот реально всегда получается, что я скидываю, Точнее, прожимаю чемпионку под бомбежку, под бомбы, там, не знаю, под взрыв ТХ. Короче, вы меня понимаете. Я не знаю, насколько это жизненно, но у меня, по крайней мере, всегда так. Естественно, всякие там ТХ-16, 15, это все вообще слабенькие. Прям ратуши, кстати, бомбаки. Ну-ка бам-бам-бам-бам-бам. Это слабые ратуши, поэтому все с легкостью берутся на 3 звезды. Ля-ля-ля, это поля. Ну, в принципе, дефолт база, начало ролика идеальное. Да, получается, мы зарабатываем 300 футбольных мячиков. Как пройти ивент очень быстро? Если вам, конечно, не важны кубки, то вы можете просто молниями, вот смотрите, раз, два, три, сносить и забирать 75 медалечек. Также сюда раз, два, три, и забираем почти 75 медалечек. Ладно, 4 надо. Если постройки находятся по углам, вы можете накинуть вот так вот бам, скинга, там, героя любого, короче говоря. Но, ТХ проще всего забрать джамп плюс гоблин. А так, вообще, ивент будет длиться 17 дней, поэтому спешить вообще некуда. И проще всего просто делать обычные атаки нормальным миксом, а не то, как я сейчас это делаю. И примерно за... Сколько? За пару дней, я думаю, вы точно пройдете этот вент без проблем. Я уже дошел до гиганта с мечом, поэтому его получаем. Сейчас обязательно его заварим. Я так посмотрел сегодня, скорее всего, желтую карточку я тестить не буду. Это нужно отдельный ролик, так как идея появилась с фан-атакой небольшой. Но не радует то, что разработчики опять не позаботились с описанием. Как бы, я не знаю, сколько времени оно работает, там, как оно работает. Ладно, работает, понятно. Защитные сооружения и герои. Это классно, круто. Но сколько мест занимает там. Возможно, когда ты его откроешь, тогда будет все понятно. Ну, хотя бы с гигантом, как бы нормально. Все тут написано, багов никаких нет. И все тут расписано четко. Вообще, сам геймплей меня прикалывает. То, что по обычным постройкам он тоже первый удар делает. А не так, как варваро-нападающий. Только первую атаку мечом на постройку дефом. То есть, два совершенно разных юнита. Но в то же время и начальный заход, можно сказать, одинаковый. Правда, первоначальный урон, по-моему, не такой уж и большой. Короче говоря, сейчас будет фан-атака соло. А уже потом, я думаю, что 50% тех юнитов варвара-нападающего и 50% гиганта. Вот такая прикольная база попалась на тест юнита. Так что, давайте попытаемся ее снести. Вот так вот закидываем трясики. Короче говоря, самое главное сейчас нам проверить, как вообще будет он играбелен. Или же не играбелен. Бамс, бамс. А, ну и все, я понял. Так, ну слушайте, с двух тычек прям неплохо. Получается, трех будет достаточно, да, чтобы снести. Да, даже двух они, по сути, бы забили. Но я имею ввиду трех шариков. Ну-ка, смотрите, раз, два, три. Бам-бам. Ну, конечно, надо будет полноценно их протестировать, знаете, в глобале. Ну, то есть, не на такой расстановке. На нормальной базе, на нормальной прокачке. Потому что я же все-таки ТХ-16. Но это, конечно, выглядит очень прикольно. Знаете, сам скин на Кинга. О, на гиганта. Мне очень нравится. Реально прикольно выглядит. Давайте хил вот такой накинем. Не, реально, вот, скорее всего, разработчики скоро будут скины штамповать еще и на юнитов. Ну, просто в этот раз они не придумывали нового юнита. Они просто сделали гиганта. Ну, и варвара, как бы, нападающего. Ну, то есть, обычные юниты, но при этом со своими изюминками. Ну, этот, в данном случае, это обычный вышибал, по сути. Просто с более улучшенными характеристиками. И не факт, что его будут юзать полноценно в миксах. Скорее всего, в этот раз разработчики реально, как-то, знаете, подумали о балансе, что ли. Ну, потому что не совсем имбовые эти юниты, чтобы они тащили прям... Скинул все в одно место, и все, и это трешка. Поэтому, я думаю, что разработчики в этот раз реально подумали о балансе. Примерно пополам я заварил этих двух редких юнитов. И сейчас я покажу, что я придумал. Ну, по крайней мере, в моей голове это смотрится очень классно, очень круто. Но, как будет, на самом деле, пока неизвестно. Раз, два. И еще одно, думаю, бамс. Блин, никто не хватает. Ну, ладно. И три строения каких-нибудь тоже слабеньких. Ну, например, давайте на заходочку вот сюда. Бам-бам-бам. Накинули. После этого накидываем вот так. Смотрите, тычку. Вот так, вот так. Короче говоря, первоначально мы с вами подчищаем заход, можно сказать, да? Варварами-нападающими. Они сейчас снесут благополучно мощный деф, не мощный. Короче, не важно, что они там снесут. Самое главное, что они что-то снесут. После этого закидываем. Хотя, мне кажется, так лучше не стоит закидывать, так как все-таки профита будет не так много. Но, кстати, стены как они ломают. Вторые мячики взрывные, которые есть, это вообще прям имба, слушайте. Да, прикольно, прикольно. Надо было пару бомберов хотя бы взять, а то что-то я как-то об этом не задумался, не подумал. Но, вообще, знаете, сама прикольная стратегия мне понравилась. Давайте, я думаю, прожмем вот так как-нибудь. Сейчас у нас большая часть, да, в центр пошли гиганты. И прям в том месте ловушка, вообще идеально. Ну, ладно, хотя бы какая-то часть героев в ту сторону пошла. Это круто. Вот кинг бы зашел, вообще имбово было бы. Варвар-нападающие до сих пор помогают. Остались они в живых, это круто. Не может не радовать. В центре гиганты тоже лупашит. Слушайте, а задумка идеальная, как по мне. Мне лично понравилось. По крайней мере, первоначальный заход вообще прям отлично. Королева живет. Кинг левую часть забирает. Королева чемпионка по центру. Лучниц надо бить там куда-нибудь. Я вот сюда не знаю. Там вот сюда накинем. Ну, просто чтобы набить процентом. Я не знаю. Прожимаем мы уже чемпионку. Хотя она сама прожалась. Давайте сразу же тогда и королеву прожмем. Пускай потихонечку тоже под прожатием наносит урон. Кинг уже скоро загнется. Блин, ну не фуловую прокачку я тут как бы бью. Но прикольно. Сама задумка. Вот на некоторых расстановках, где, кстати, все рядом стоит. Это будет классно. Тут, конечно, не так. Но вот конкретно новый юнит гигант. Он там отлично себя покажет, как я считаю. В данном случае, конечно, трешкой тут и не пахнет. Зачем я вообще изначально варил хогов? Неизвестно. Если есть тот же самый гигант с мечом, который через две постройки может нанести урон по дефу. Который как раз таки принесет нам золотые бутсы. Или же нацеленный юнит, который прям изначально бьет по дефу. Я бы мог его просто заварить. Ну, конечно, сейчас нужно получить получается 30% ускорение плюс 20% ускорение спаса. Блин, если все так будет быстро вариться, есть вероятность, что через пару дней я уже зафулю забор. Ну, прям нацелено пофармлю уже, просто реально только он остался. И все. Тем более, все так быстро варится. И ивент пройду заодно. И снаряжение протестирую новое. И вообще все-все-все сделаю и будет круто. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, друзья. Пишите свое мнение в комментарии. А на сегодня ролик заканчивается. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok